Бесплатные лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции теперь смогут получать пациенты с клиническими признаками COVID-19, установленными лечащим врачом. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба. Кроме того, на совещании обсудили и предстоящие новогодние праздники. Алина Ваучейская продолжит тему. Необходимость изменений порядка обеспечения коронавирусных больных бесплатными лекарствами возникла этой осенью, когда стало понятно, что не на всех стадиях протекания болезни ПЦР-тесты показывают наличие в организме COVID-19. Расширить список пациентов удалось благодаря федеральной поддержке. Ненецкому округу на эти цели выделили 1 миллион 700 тысяч рублей. Не всегда больной человек сразу показывает положительный тест ПЦР. И нам очень важно начинать его лечить сразу препаратами, ковидными препаратами. И вот то решение, которое было принято, позволяет теперь обеспечить людей, которые имеют отрицательный тест ПЦР, но мы понимаем, врач понимает, что это клиника ковида, они имеют право теперь получать лекарства бесплатно. В ходе оперативного штаба Сергей Сверидов доложил, что на сегодняшний день аптечная сеть Ненецкая фармация располагает запасом бесплатных лекарственных средств на 370 пациентов. Также руководитель департамента, отвечающего за деятельность здравоохранения, отчитался о ходе лечения ковидных больных. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 53 пациента с новой коронавирусной инфекцией. В стационаре из них 11. С ПЦР по подтверждением диагноза получают стационарное лечение. Все находятся в специализированном инфекционном отделении. По статусу состояния 7 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 4 в состоянии средней степени тяжести, и 4 пациента находятся на кислородотерапии. Юрий Алексеевич, по койкам долечивания 2 пациента переведены на койки долечивания. И мы практику эту каждый день используем, чтобы был оборот койки и возможность, чтобы запас койек был. И 42 пациента с ПЦР по подтверждением диагноза получают амбулаторное лечение по месту нахождения, то есть по месту жительства. Теперь хорошая новость. Традиционные новогодние и рождественские гуляния на площади Марацей в Нарьинмаре состоятся. Мы можем проводить на улице мероприятия с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. И мы будем проводить. Новый год из-за пандемии никто не отменяет. А если говорить о детях, которые ждут этого Нового года, вы вспомните себя, когда вы были детьми. Новый год был и остаётся для детей самым главным праздником. Поэтому будем украшать город, будем ставить ёлку, будем проводить какие-то мероприятия на улице, на улице, а в помещениях, естественно, проводить их не будем. Так, на площади Марацей запланировано проведение трёх мероприятий. Это открытие главной окружной ёлки 13 декабря, празднование наступления Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января и гуляния в честь Рождества, которые запланированы на 7 января. Кроме того, в ходе заседания оперативного штаба были уточнены правила масочного режима для детей, которые посещают кружки и занятия в окружных учреждениях культуры. Так, ребёнок должен находиться в маске, когда он заходит в учреждение и в раздевалке. На самом занятии дети маску могут снять, а руководители кружков должны продолжать занятия в масках.